Если утром вы спустились к своей машине и не обнаружили на ней номеров, поезжайте на метро. А лучше сидите дома и ждите, когда с вами свяжутся мошенники, которые предложат выкупить у них ваши же собственные номера. К сожалению, такая схема сейчас пользуется популярностью среди вымогателей. Бороться с ними по-новому на этой неделе предложили депутаты Госдумы. Согласно нынешним законам, владельцы машин не имеют права ездить на них без номеров. Потеряли вы их или украли? Закон един для всех. В случае кражи возбуждается уголовное дело и до тех пор, пока оно не будет закрыто, пользуйтесь общественным транспортом. А что если ваша работа завязана на личном авто? Понимая это, мошенники скручивают номера и предлагают автовладельцам выкупить их. Обычно требуют несколько тысяч рублей. И вот здесь срабатывает безотказный психологический механизм. Автолюбитель понимает, что ему дешевле и проще откупиться от жуликов, чем стоять в очередях на получение нового номера. К тому же оплачивать многочисленные госпошлины. В итоге ни уголовных дел, ни ужасающие статистики по кражам. Выход из этой ситуации нашли депутаты фракции ЛДПР. На этой неделе они предложили разрешить пострадавшим от кражи номеров ездить без них. Но иметь при себе документы, подтверждающие кражу номерных знаков. Своих коллег уже поддержали представители других политических сил, включая Единую Россию. Но может ли законопроект пройти три чтения в парламенте? Экспертам в это верится с трудом. Я думаю, что этот законопроект принят не будет, по той причине, что, скорее всего, его заблокируют ГИБДД и другие профильные комитеты и ведомства. Но уже тот факт, что над этой достаточно большой проблемой задумались в Государственной Думе, уже вызывает повод для оптимизма, осторожного оптимизма. Но, тем не менее... Остается только выяснить, что думают по поводу депутатской инициативы рядовые водители, которые каждый день, паркуясь на улице, рискуют лишиться номерных знаков. Я считаю, что принятие такого законопроекта для автомобилистов может быть очень интересным и полезным. Потому что позволит еще какое-то время жить в своем привычном для себя ритме и ездить без дополнительных проблем на своем автомобиле. Если у человека украли, он обращается в милицию, у них же есть данные, что это его номера. Правильно, он предоставляет паспорт от машины, регистрационное свидетельство, свой паспорт. Пускай ему дают такие же временные номера, чтобы он ездил бы. Главное, чтобы езда без номеров, даже узаконенная, не стала поводом для домогательств уже со стороны гаишников. А полицейским надо быть готовыми к мощному потоку заявлений от потерпевших, которые сейчас предпочитают уступать вымогателям, но с принятием закона могут воспользоваться своим новым правом. А иначе зачем вообще этот закон нужен? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова